Да, я знаю, громкий заголовок. Не кликбейт ли это? Нет. Многие из вас наверняка слышали такую мантру. Хочешь большие руки, качай ноги. С намеком на то, что тренировка ног даст выброс тестостерона, и в итоге вырастут и руки. Спойлер, не вырастут. А все почему? А потому что системные гормоны, то есть гормоны, которые у вас в крови плавают, точнее выбросы этих гормонов от тренировок, не влияют на рост мышц каким-либо измеримым образом. Причем ни тестостерон, ни ИГФ1, ни гормоны роста, которые повышаются во время тренировки, никоим образом не влияют на рост мышц в долгосрочной перспективе. Не влияют вообще никак. Все ссылки прилагаю. Знаете, с каким гормоном коррелировал рост мышечной массы в долгосрочной перспективе? С кортизолом. Да, с тем самым катаболическим гормоном. Чем тяжелее и объемнее были тренировки, тем сильнее были выбросы кортизола, и тем больше был мышечный рост. Корреляция была такая. Непрямая связь, подчеркну. Кстати, гормон роста не анаболик даже в сверхфизиологических дозировках, если его колоть извне. Вот, пожалуйста, ссылка на статью, а там уже куча ссылок на исследования. Вот так вот. А вот тестостерон очень даже анаболик. Выбросы на тренировке максимум вам повысят либидо на пару часов. Для мышц он станет анаболичен, когда его повышают долговременно, и на какой-то значительный процент, не на пару часов, как происходит после тренировки. Ну и, конечно же, он очень анаболичен, если его повышать кратно, долговременно, например, вводя его извне. Итак, подытожим. Не пытайтесь тренировками вызвать какие-либо выбросы гормонов. Все это мракобесие. Просто тренируйтесь тяжело, разумно, питайтесь хорошо и высыпайтесь как следует. И все будет.